Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Вот такой неожиданный поворот. Собиралась вязать платье, получился топ, который я назвала вкусная фисташка. Посмотрите на эту прелесть. Ну а платье, конечно же, мы с вами свяжем. Именно в таком формате. То есть, все то же самое, только продолжаем юбку и получаем платье. Ну а это пока будет топ. Почему я приняла такое решение? Да потому, что я стремлюсь к капсульному гардеробу. И вот именно эта вещичка будет украшать и дополнять столько образов. Вот, пожалуйста, один из них. Именно к этому топу розовый фламинго я вязала вот этот топ. Но это же кощунство прятать такую красоту под другую красоту. Поэтому я решила и сделала ход конем. Я связала топ, который можно носить как отдельно, так и с этим топом. И не только с этим топом. Конечно же, я вспомнила, что у меня есть две прекраснейшие юбки. Одна от Ньюшик, вторая от Гранд Сток. И вот именно под эту юбку у меня, ну вообще, от слова вообще, нечего было одеть. И я решила исправить это. Буквально четыре дня мне потребовалось, чтобы связать вот эту красоту. Мы потом перейдем на стол. Я расскажу вам, конечно же, о всех тонкостях и нюансах. И кто бы мог подумать, что всего какой-то один сложный столбик, перекрещенный столбик, который я вам показывала в прошлом видео, как его вязать, вот сформировались в такое красивое чудо. Но не правда ли? И еще я сделала для себя открытие, что мне очень идет фисташковый цвет. Не буду скромничать, это на самом деле так. Кроме всего этого, топ можно носить под жакет. Конечно же, нужно будет поменять юбку. У меня, поскольку я немножко стала больше подходящей, нет. Но жакетик я вам сейчас покажу, как будет смотреться жакет. Потом покажу еще один образ. Но и это еще не все. У меня там в шкафчике есть еще одна туника, которая называется Ивушка. И под которую тоже можно носить этот топ. А еще есть сколько сумок. Вы посмотрите. Ну как можно было сделать из этого платья. Ну платье, оно и в Африке платье. А у нас теперь, посмотрите, сколько образов. У нас есть сумка одна. У нас есть сумка вторая. Еще есть третья сумка, которая просто дополняет этот прекраснейший топ. Итак, давайте сейчас покажу, как смотрится топ под жакет. Итак, жакет. Мой старый жакет. Посмотрите, как этот топ смотрится даже под жакет. Это классическая должна быть какая-то юбка. Юбка облегающего силуэта. И будет все очень красиво смотреться. Посмотрите. Юбка не подходит. Но представьте, здесь совершенно другую юбку. В ближайшее время, я думаю, что я ее куплю на пару размеров больше. Ну а пока, пока демонстрирую то, что есть. Итак, давайте переодеваюсь и показываю топ под вот этот розовый фламинго. В принципе, идея топа была именно под этот образ. Итак, друзья, немножко разделась моя колдунья, но зато оделась и я. Вот так вот этот топ смотрится под другую юбку. Мне очень нравится этот вариант. Посмотрите, какая прелесть. И сумочка сюда подошла. В общем, на мой взгляд, очень красивый образ. Сейчас вот я поближе в камеру покажу. Конечно же, на столе я еще ближе вам покажу. Но посмотрите, как это смотрится на мне. И сейчас следующий образ с топом розовый фламинго. Итак, друзья, еще один очень красивый образ. Посмотрите, как красиво смотрится этот топ под очень ажурный топ. Вот так вот, такая тавтология. Топ под топ. Но мне очень комфортно. Меня ничего нигде не стягивает. Мне ничего не давит. И я просто счастлива. И посмотрите, его практически не видно. Такое впечатление, что розовый фламинго слился со мной. То есть, это что-то удивительное. Свяжите себе, и вы останетесь довольны. Смотрите, какая прелесть. Представляете, сколько разных вариантов всего с одной вещью. И сумочки, и разные топы. И можно убирать что-то. Можно добавлять. Жакеты. Просто очень интересная и очень нужная вещь в гардеробе. Ну, а сейчас перейдем... Да, еще забыла. Еще забыла про один образ. У меня еще есть туника Ивушка. И под эту тунику тоже подойдет этот топ. Сейчас покажу. Друзья, а как вам такой образ? Ну, это уж совсем что-то в стиле Боха. Так, смотрите, какая прелесть. И опять же, этот топ. Мне не нужно думать о нижнем белье. Я просто связала один топ. И я счастлива. Ну, а сейчас перейдем на стол. И я, конечно же, вам расскажу о всех тонкостях и нюансах, как вязался этот топ. На что нужно обратить внимание. И вы обязательно свяжете себе эту очень нужную вещь. Итак, друзья, давайте я вам покажу этот топ еще ближе. Значит, топ весит 100 грамм. 100 грамм пряжи. Я имею ввиду вот два вида здесь пряжи. Я пристраивала свои остатки пряжи. И я успешно это сделала. Как вязался топ? Как вязать чашечки? Есть видео. Кто захочет, найдет и, конечно же, свяжет. Я закончила показывать вам, вернее, показала вам, как вяжется вот этот интересный столбик. Перекрещенный столбик или крестообразный столбик. И дальше начала фантазировать. И вы посмотрите, как вот с этим единственным столбиком что можно вообще натворить. Какие чудеса. То есть, используем всего несколько видов столбиков. Это столбик с накидом, столбик с двумя накидами. Вот этот перекрещенный столбик. И получаем вот такое красивое кружево. Хочу обратить ваше внимание, что топ имеет трапециевидную форму. Чтобы спрятать все ваши недостатки в фигуре, если таковые, конечно, имеются. Я советую вам, вот сейчас очень хорошо видно, этот топ сделать трапециевидной формы. Вот в этом рисунке это делается очень-очень легко. То есть, после каждого ряда мы с легкостью можем увеличить количество столбиков, тем самым расширив полотно. Здесь все очень-очень просто. Рисунок помещается, ну, здесь буквально вот 4 петельки на один рапорт узора. Вот это вот скрещенные эти крестообразные столбики. И если вы добавили петли, я здесь вообще ничего не просчитывала. И у вас в конце ряда идет нестыковка, допустим, не помещается этот скрещенный столбик. Его можно тоже легко вписать. То есть, пропустив, допустим, не две петли, а одну петлю между вот этими столбиками. И все очень хорошо помещается. То есть, никаких заморочек, вот от слова абсолютно. Значит, край, низ этого топа у меня сделан, это столбики с двумя накидами и над столбиком пико. Чередуется один столбик без пико, второй с пико. И вот таким образом у меня сделан, обрамлен низ изделия. Значит, что еще? Вы видите, что я сделала, расширила бретель. То есть, у меня получилось немножко шире бретель, нежели так, когда я вам показывала. То есть, тоненькую я распустила и добавила. Теперь, на что нужно обратить внимание? Чтобы красиво, поскольку это же топ, такой сарафан, скажем, со спины, да? Вот здесь нужно обратить внимание, чтобы вот эти бретели были привязаны очень четко. То есть, чтобы не было перекоса. Я как-то, ну не знаю, то ли просчиталась. В общем, у меня получилось, что одна бретель была сдвинута. То есть, расстояние было не одинаковым. И у меня сразу спина стала фолдить. В общем, некрасиво смотреться. Я не понимала, почему. Почему перед у меня прилегает, очень хорошо смотрится, а спинка вообще как-то топорщится. Потом посмотрела, что у меня вот здесь вот это расстояние. И вот это расстояние немножко разное. Там буквально сантиметрик. Ну, в итоге я что сделала? Отвязала бретель и передвинула ее на нужное расстояние. Еще, чтобы бретели ваши не спдали, сделайте, отцентруйте так, чтобы они были ближе к вашему позвоночнику. Да? Не вот здесь вот, допустим, привязаны, а немножко ближе. Чтобы они имели вот такой вот наклон. Тогда меньше вероятности, что бретель будет спадать. Здесь бретель привязана столбиками без накида. Все сделано крючком. Вот вы видите. То есть я два полотна совместила и связала их столбиками без накида. Потом этот столбик разглаживается и получается вот такой красивый. Ну, если можно сказать, что это шов. А в чем еще хитрость? Вот здесь вот я довязала еще один ряд столбиков с одним накидом. Ну, немножко скрепив вот здесь вот эту часть. Только одна единственная часть здесь довязана. Вот я привязалась вот здесь. И уже по связанному полотну прошлось вот это расстояние одним рядом столбиков с одним накидом. Вот такая вот хитрость. И, ну, как бы укрепила немножко вот здесь вот, чтобы не растягивалось полотно. Еще одна хитрость, которой я всегда пользуюсь и не устану об этом говорить. Посмотрите, как красиво вот здесь сделан край изделия. Опять же, не обошлось без тамбурного шва. То есть, вот вы видите, ну, если видите, я той же ниточкой того же оливкового цвета, я прошлась вот так вот, начиная вот отсюда и пошла, 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 пошла. Вот здесь вот тамбурным швом прошла. И с другой стороны лифа, то есть вот здесь вот протамбурила. И с другой стороны то же самое. Во-первых, полотно приняло очень, вот здесь вот вообще не будет растягиваться от слова вообще. Этот тамбурный шов не даст растянуться ни с какой стороны вот чашечкам лифа. И оно немножечко так подсобралось. И тем самым сделав объем вот на груди. Ну, то, что в принципе и нужно. Потому что без тамбурного шва здесь как-то немножечко топорщилось. Так что имейте это в виду. Вот прям по краешку каждую петельку, хорошо затягивая, это исключение. Обычно тамбурный шов, он требует такого, ну, умеренного натяжения. Здесь же я сделала вот таким образом, что туго-туго прям вот протамбурила вот эти места. Так что вот такая красота получилась буквально за 4 дня. И готовое изделие, которое можно носить и в пир, и в мир. Я вам уже показывала и под жакет, и под юбки, и под платье. И можно одевать вниз и сверху что-то. В общем, смотрится очень красиво. Вот почему я люблю очень тонкую пряжу. Здесь похоже на троицкую астру, там 610 метров в 100 граммах. Потом идет неопознанная пряжа. Вот если вы видите, не знаю, как передается. Вот здесь вот немножечко другой оттенок, чем вот этот. В принципе, вот этот градиент очень красиво смотрится. Тоже тонкая, похожа на Мадам Трикот, я думаю. Ну, а нижняя вот эта песочная, это уж точно Мадам Трикот, которая хлопковая. Нашла остатки и вот так вот скомбинировала эту пряжу. Ну вот, в принципе, и все. Значит, что здесь? Вы видите, как интересно смотрится сетка, если вязать вот этими крестообразными столбиками. То есть, еще одна идея для вас. Вы можете сами нафантазировать себе, скомпоновать разные узоры, разные рисунки, допустим, в кайме для низа платья, и получится у вас только ваше платье, которое ни у кого не будет. Очень-очень красиво. Вот прям напоминает мне мережку здесь, что столбики с двумя накидами, между ними воздушная петля. Потом под эти воздушные связаны столбики с одним-двумя накидами. Здесь два рядочка столбиков с одним накидом, здесь один рядочек столбиков с двумя накидами. В общем, вот так вот я выдумывала, выдумывала, и навыдумывала вот такой красивый, очень красивый ажур из скрещенных столбиков или крестообразных столбиков. Ну, к тому же, у меня была сумочка связанная, которая, ну, просто как нельзя лучше вписалась вот к этому топу, и сумка, которая сшита была и довязана, я вам показывала. В общем, теперь вот такой капсульный гардероб у меня есть. Ну вот, мои хорошие, на этом буду заканчивать сегодняшнее видео. Начала новый проект, пришла спонсорская пряжа из магазина Бобин. Я вам, конечно же, сейчас немножечко провяжу, чтобы вас вообще заинтересовать этим новым изделием, и потом сделаю обзор этой пряжи из магазина Бобин. Но уже сейчас, даже без обзора, вы можете пользоваться 10% скидкой в этом магазине Бобин для вас до 15 июля с промокодом Ситникова. И я всю информацию оставлю в инфобоксе. Только хочу сказать, что проект очень интересный, и это будет проект спицами. То, что я хотела, ну вот, как бы, это топ был, это между проектами, опять крючок, но все-таки в голове сидел проект спицами, и я сегодня начала его вязать из пряжи Янард Флауэс. Потрясающе красивая, красивая пряжа. Я вам сейчас все-таки покажу этот клубочек, вот этот моточек. Вот в такой расцветке, скорее всего, будет платье. И, в общем, дождитесь. Сейчас немножечко отвяжу, чтобы посмотреть и самой, что получается, и быть уже уверенной, что этот проект будет, ну, будет красивым, и все получится. Так что вот эта сумочка, опять же, подойдет и к этому платью. Все, мои хорошие, я отошла немножко от темы, но очень все-таки за язык меня никто не тянул, но очень хотелось рассказать вам о новом проекте. На этом я буду заканчивать сегодняшнее видео. У нас сегодня пасмурно, хотела на природе снять себя, но, видимо, тучки, думаю, нет. Покажусь, покажусь уже дома, возможно, как-нибудь и на природе потом вам все продемонстрирую. Ну, а на этом все. Если понравилось видео, пожалуйста, поставьте пальчик вверх, мне будет приятно. Подписывайтесь на канал, на канале очень много интересного. Ну, а на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok